Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, а это игра Slime Ranger и версия 0.4.0.S. Ну, C точнее. Сегодня мы начнём дальше исследовать эту игру, потому что появилось очень много нового. Это и наука о слизи, это и ещё какие-то предметы новой территории, и, по-моему, даже новые слизь. А может быть, я ошибаюсь? В общем, мы начнём начать. Я не знаю, с чего, потому что, как бы, я начал с того момента, на котором и закончил. Так что здесь будут проблемы небольшие, потому что нужно определиться, где. Где, так сказать, с какого момента продолжить, что ли. Первое, что я бы хотел в очередь делать, это посмотреть, как у нас тут вообще всё... У нас некоторые моменты вообще заполнены просто под завязку, как видите, и просто некуда уже складывать плорты. Они, они тут вот валяются везде, можно сказать. Кстати, стоп, вот давайте вот так вот сделаем. Наверное, сейчас мы посмотрим одну вещь. Так, сколько вообще... Да, я вижу, что новых плортов не появилось, значит и слизи, собственно, новой тоже нету. Можно прям всё продавать. Цены вообще на прям... Вообще падают. Но, в принципе, у меня 11 тысяч, и, как видите, ну, вы видите, да? То есть цены прям вообще на всё падают. Если посмотреть и какие-то новые изучения, то я здесь их не вижу. Как видите, у меня всё изучено. Сразу что бросается в глаза... Так, кстати, давайте по поводу еды. Давайте морковку. Вот эту вот морковку давайте соберём, потому что на некоторых местах у нас нету еды. И это, как бы, нужно менять. Давайте посмотрим сразу апгрейды. Может быть, какие-то есть апгрейды ещё? Нет, ничего нету. Так, для наших... Тут... Ну, вот это можно купить, но здесь это не нужно. Так, ты у нас... Овощи, фрукты. Ну, давайте морковку ему скормим. Раз такое дело... Потому что у них еда кончается. Как-то не очень было бы приятно без еды-то остаться. Так, давайте в пещеру сходим. На всякий случай глянем. Да, вот. Помните, вот эта пещера была закрыта? Но теперь, как видите, она открыта. Так, здесь и здесь у нас ничего не разводится. Это очень печально. Здесь у нас еда кончилась. Так, как раз-таки вот этим и нужно заняться. Давайте морковку, что ли, сюда покидаем. Хотя бы временно. Ну, хотя бы временно, да? Да, потому что что-то с едой как-то не очень все хорошо. Здесь же мы еще морковку, на всякий случай, начнем сейчас разводить. Но как только морковки станет много, я ее перестану разводить. Вот так. Поставлю что-нибудь другое. И давайте, наверное... Блин, смотрите, еще и еще. Стоп. Я точно помню, что ее здесь не было. Или что? Или меня заглючило? Или она так быстро растет? Или что? Не знаю. Я не понял, что здесь произошло, но... Слоем пугало можно поставить. Но не знаю, зачем оно мне здесь. Так. Овощи. Да, они овощи едят. Вот давайте им овощи скинем. Так, как видите, вот эту пещеру. Давайте в нее сходим сразу же. Оу. Тут не все так просто. Каким-то щитом закрыто. Ладно, не так все просто. Там у нас портал. Я думаю, там никаких изменений не произошло. Вот здесь вот еще есть проход. Вот, посмотрите. Вот еще один проход у нас прямо-таки. Окей, окей. Надо за тысячу, да, все? За день? Ничего себе! За 10 тысяч, ребятки! За 10 тысяч новая лаборатория. Слайма наука. Вот она. Именно здесь вот. Ты добрался до лаборатории специального участка фермы, который позволит тебе создавать устройство, используя последние достижения слайма науки. Двигай в сарай и принимайся за работу. Как видите, здесь есть территория. Что-то вот здесь поломано. Так, здесь есть территория. Какие-то бочки валяются. Скорее всего, вот эта пещера. Да, 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 да. Скорее всего. Слишком, конечно, что-то далеко не сделали. Ну, ладно. Хотя бы так. Выход есть. Это уже хорошо. Так, нужно двигать туда. Единственное, что я еще хотел посмотреть, что я могу нового ставить. Мусор сжигатель и пруд. И все, в принципе. Ну, что же, давайте... Ого, ребят, посмотрите, какой он крутой. Так, в сарае есть все оборудование, которое тебе будет нужно, чтобы начать создавать устройства, используя слайм-науку. Устройства включают в себя полезные приспособления для исследований, оборонительные башенки, декор и многое другое. Для выпуска приборов на твоем перерабатывающем заводе тебе потребуются ресурсы. Попробуй забросить плорты в перегонный завод. Но помни, ресурсы, помещенные в перерабатывающий завод, уже невозможно оттуда достать. Ну, давайте попробуем, давайте посмотрим. Так, а где это перерабатывающий завод? Создать устройство. Это не то. Строительный магазин. Насос для начинающих. А, ну вот, наверное, сюда, да? И тут вот, как бы, посмотрите, сколько плортов закрытых, да? То есть вопрос, вопрос, вопрос. Это вот на будущее, похоже, такие разные плорты. Так, давайте сбегаем за плортами, чтобы, ну, как бы, набрать их побольше. Заодно и глянем еще, как у нас там с едой, потому что ребята-то у нас поглощают все просто с бешеной скоростью. И не хотелось бы. Здесь вот вообще ничего не растет. А морковка уже перестала расти. Давайте вот сходим в пустынные берега, так сказать, и там глянем, что у нас происходит. Так, здесь у нас... Ох ты ж, ешкин. Вот этот великолепный фрукт необычный. Мятная манго вырастает. Так, здесь у нас... Окей, понятно. И курочки. Большое количество, наверное, курочек. Так, заодно сейчас... Да, блин, тут еще и морковь. Ну, прям невероятно. И вот, собственно, и плорты. Так, господи, как тут много всего, и прям такой не успеваешь совсем, вот серьезно. Так, здесь у нас... Как дела, ребята, у вас обстоят? Вот здесь-то по-хорошему как раз-таки нужно ягоды им кидать. Здесь у нас мятна... Ой, сладко-кошачьи. Кстати, у них очень приличное количество всего здесь и... Вообще, ягод вообще немерено на самом-то деле. Так, а как у тебя на полную программу здесь апгрейд идет? Так, а что-нибудь еще я могу? Нет, эти ягодки не могу. Курочек еще давайте возьмем. Морковку еще возьмем. Еще курочек возьмем. Так, еще, 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 еще куриц возьмем. Курицы. Здесь куриц нужно находить только по звуку. Потому что их практически не видно. Так что нам может помочь только звук. Вот видите, насколько богатая территория? То есть 11 кур уже. 12, да? То есть 13 кур уже нашел. Это... На самом деле это очень круто. Так, здесь еще ягодки. Ну ладно. В общем, вообще, на самом-то деле, вот эта территория одна из богатейших, на мой взгляд. Потому что в ней есть, посмотрите, вот три. Но на данный момент у него вообще сама территория без каких-то либо дополнительных ресурсов дает три ресурса. Это ягоды, да? То есть потом курицы и... А, и морковку. Вот. Так, здесь у нас все нормально. Здесь у нас тоже все нормально. Так, давайте с едой подумаем, как... Вот так здесь нормально. Вот с едой здесь вот нужно бы им накидать. Куриц накидаем, окей. Потом сбег... Так, не туда побежал. Давайте сбегаем в пещеру. Там посмотрим, как у нас дела обстоят. Здесь еще морковки очень много. Морковка пригодится. Морковки вообще нужно в большом количестве. Всем. Все хотят морковку только... Точнее, все хотят только овощи, на самом деле. Если говорить о... Самый выгодном процессе, да? Добывания. То, конечно, там уже конкретно каждому конкретный определенный ресурс нужно. Но... Так как мы немножко ленивые, то... Как бы делаем таким образом, что... Исключительно морковкой всех питаем. Так. На полную катушку я загрузился морковью. Давайте здесь... Вот так вот накидаем сейчас. Побольше. А, и здесь, кстати, можно плорты взять какие-нибудь. Какие у нас здесь есть? Давайте вот эти кристальные плорты возьмем. 50 штук как раз здесь есть. Прямо ровно 50 возьмем. Так, вот. Ровно 50. Забили инвентарь. Так, окей. Дальше. Надо мятное манго куда-то деть. И клубничку куда-то деть. Вот по-хорошему, конечно. Вот здесь вот нужно от этого всего избавиться. И им дать обычные ягодки. Потому что они у нас могут... Смотрите, они у нас могут и овощи, и фрукты. А им надо вот, наверное, клубничку дать или мятное манго дать. Морковь мы здесь накидаем. Сейчас. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Плортами кидаюсь. Хотя, если так подумать, тут и так моркови очень много. Посмотрите ее, сколько валяется просто внутри. Вообще, в огромнейшем количестве, я бы сказал. Они даже не то, что не хотят. Они даже не задумываются о том, чтобы начать ее есть. Так, отлично. Клубничка, клубничка. Блин, здесь вот такие вот ягоды еще. Вот, серьезно, эта территория такая, что здесь совершенно ничего не хочется упускать. Тут постоянно что-то хочется добывать и... Так, какой бы... Они точно же могут мясо и фрукты. Давайте клубничку, клубничку накидаем. Так, здесь вот таким вот образом сделаем. Оп, оп. Так. Блин, ну вот... Тут все вперемешку у них. И плорты, и ягоды. Так. Клубничка, клубничка. Оп, оп. Оп. Клубничка. А вот где теперь мне хранить мятное манго, я, честно говоря, не знаю. Блин, еще курицы. Господи. Так, вот локация туда-сюда. Просто бегай и собирай ресурсы. Все. Больше от тебя ничего не требуется, потому что ты и так спокойно будешь постоянно при ресурсах. Посмотрите, сколько куриц. Посмотрите, сколько ягод. И это я еще не бегал, ну, в какие-то другие локации. Конечно, потрясающе, потрясающе. Блин, да господи. Эти курицы вообще незаметно. Это печально. Ну, вот я вроде бы здесь уже был, да? Но нет. Тут еще три курицы. Пятнадцать куриц я уже добыл. Шестнадцать куриц. Вот это жесть, конечно. Вот это жесть. Я не знаю, как они там появляются. Ну, ладно. Займемся плортами. Погафрукты у нас так. Морковка здесь лежит. Так. Здесь у нас чем покормлено? Здесь морковкой. Вообще, по-хорошему, как раз таки ягодками бы покормить. Вот здесь вот мы сейчас покормим. Давайте. Ребят, смотрите, здесь надо еще кое-что заменить. Ну, ладно. Сейчас сделаем. Так. Здесь у нас каменный есть плорт. Его давайте возьмем тоже. Блин, вот как бы освободить, да? То есть локация вот эта вот не получается. Так, давайте каменный под полную тоже возьмем. Ну, хорошие, ребятки. Ну, спокойно, пожалуйста. Так, окей. Под полную мятный манго. Давайте здесь пускай вырастает. Мятный манго. Вот некуда сложить. Понимаете, в чем проблема-то? Некуда сложить, потому что здесь всего лишь два. Здесь у нас 14. Ну, блин. Ладно, погнали. У меня два уже есть. Стака, да? Я думаю, этого для начала хватит. Хотя у меня на данный момент 1813 денег всего. Но это, я думаю, не проблема. Не вижу, чтоб что-то прибавлялось. Ну, ладно. Давайте просто закидываем по полной программе. Просто вот закидываем. Так, что у нас теперь? А, ну вот здесь у нас показано 50 таких. 50 таких есть, да? То есть, и теперь мы можем как бы использовать. А, розовый плор. Смотрите. Экстраторы технические. Узнать больше. Бур для начинающих позволяет тебе извлекать ископаемые. Служит один цикл. Узнать больше. Давайте. Экстрактор. Экстрактор это особый класс устройств слайма наук, которые необходимы для создания всех других типов. Устроил экстрактор, включая в себя бурый насос и пасеки. Лишь попадая на место залежи экстрактора, начинает работать, собирая ресурсы из окружающей среды. С течением времени, когда он наполняется ресурсом, экстрактором, можно опустошить. Лучшие экстракторы могут повторить этот цикл в несколько раз, прежде чем они сломаются окончательно. Строительный магазин. Вот это, наверное, строительный. Так. В строительном магазине ты можешь приобрести эскизы. Эскиз требуется для выпуска любого приспособления. Не забывай заглядывать в строительный магазин за новыми эскизами. Понятно. Это у нас именно рецепты, грубо говоря, да? Пасека для начинающих. Розовый телепорт. Посмотрите. Набор из двух телепортов, которые позволяют создать твой собственный канал для перемещения. Круто. Розовый телепорт. Склад. Набор из двух приспособлений, которые позволяют дистанционно переброс ресурсов между двумя точками. Медпункт. Забавно, забавно. Бурт для начинающих уже куплен. Окей. Строительный магазин есть. Что дальше? Фабрикатор. Когда ты обозведешься чертежом, ты сможешь создать приспособление, используя ресурсы перерабатывающего завода. Давайте попытаемся его создать. Здесь нужен розовый и радиоактивный плорт. Понятно, в общем. Теперь я понял. Теперь мне нужно в огромном количестве плорта переносить, при том определенного вида. Для размещения приспособлений тебе нужно активировать режим приспособления. Т. Ага, вот. Увидел гаечный ключ. Так, мне, значит, нужны обычные розовые. Как только ты найдешь место залежи, получишь к нему доступ через меню размещения приспособлений, затем просто выбери то приспособление, которое ты хочешь поместить. Так, здесь, 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 здесь. Давайте мы радиоактивный возьмем. Небольшое количество. Блин, ну, знаете ли, такое. Потому что... Такое в плане розовых, допустим, у меня сейчас уже нету. Да, то есть... Только там остатки остались. В принципе... Получается, сейчас нужны слаймы, которые мне розовые плорты будут делать. Ну, в общем, жесть какая-то. Не туда и не сюда. Так, здесь у нас что? Опять две морковки еще осталось? Ладно. Так... Давайте все-таки создадим хотя бы один бур. И... Уже попытаемся что-то найти. Так, реактивный... Радиоактивный... Реактивный, господи. И розовые плорты. Шикарненько. Так. А вот теперь могу создать. Все создал, я так понимаю, да? И... Вот, посмотрите, здесь могу установить, поместить. Двадцать одну минуту, двадцать пятьдесят две секунды будет работать. Теперь ты знаешь основу слайма науки. Чтобы узнать больше, загляни в раздел слайма науки, в твои слаймпедии. Круто, ребят. Очень круто. Так, ну вот здесь вот, кстати, можно склады устраивать или еще что-то. Здесь прям такой очень огромный обрыв. Круто, круто, на самом деле, сделали. Очень шикарно. Сейчас еще по карте разбросаны всяческие секреты, ребят. То есть они нашли... Ну, точнее, сделали всяческие секреты. Плюс еще к этому ко всему. Вот эти рецепты можно... Рецепты устройства можно находить где-то. Я не представляю, где пока что я их не искал. Но все-таки где-то их можно будет найти. Не знаю, конечно, как они выглядят. Будем искать. Будем экспериментировать. Но вот, как видите, очень много точек, да? То есть поиска, да? То есть вообще очень много. По крайней мере, даже здесь. А еще очень много карт есть. И очень много локаций. Предстоит нам работать. Предстоит нам работать очень много. Я думаю, можно даже несколько штук. Давайте создадим вот два. И заодно как бы везде и поместим, да? То есть... Сейчас я бы, наверное, прошелся по старым локациям. Посмотрел, может быть, там что-то новое появилось. Потому что я же 100% что-то пропустил, да? Так, здесь курочки. Все нормально. Так, здесь у нас вот как раз-таки ягоды. Давайте, может быть, как раз и поместить куда-нибудь. Выращивать ягодки. Хотя, если с другой стороны подумать, зачем мне их выращивать, если они у меня как бы есть, да? Тоже такое, да? Сердце свекла. Воу-воу, хорош. Спокойно. Давайте здесь ягодки им скинем. Мятная манга. Оставим. И здесь вот, как видите... Странно. Мне дадут 20 куриц. Блин, морковь это уже созрела. На самом деле, при большой... При большой ферме у тебя и не хватает времени, чтобы куда-то вырваться, да? Ладно, ребят, это довольно-таки круто на самом деле. Вот серьезно. Они настолько пытаются обновить игру, и я как раз-таки в предыдущих сериях говорил, что нету цели, нету затрата вот в таком большом количестве. То есть мы как бы потратили ресурсы, к примеру, да? То есть мы уже можем создать большое количество там разных видов плортов, да? Можем их много в большом количестве продать, а вот девать, в принципе-то их и некуда, понимаете? И это является небольшой проблемой. И как раз-таки от этой проблемы они и избавились. Так, розовых плортов, похоже, нужно будет прям вообще в огромнейшем количестве их. И скорее всего, наверное... А давайте-ка я их наберу. Наберу себе розовых слаймов в большом количестве. Они же у нас есть. Кстати, я вот помню, здесь вот дырка была. Она была не доделана, да? Посмотрим сейчас, что здесь. И стоп. Да, это новое место. Здесь они просто, так сказать, добавили... Да, вот можно здесь разместить. А вот здесь вот можно разместить. Они просто добавили здесь... Ну, ничего такого сверхъестественного, но они добавили... Здесь место спавна. Это хорошо. Ой, я падаю, ребят. Я упал в какую-то пещеру непонятно куда. Так, я сюда не буду нырять. А вот в пещеру какую-то я упал. Это я не знаю. Так, здесь морковка какая-то. Ну, давайте ее соберем. Просто жалко в этом углу. Так. Черт, а где я вообще нахожусь-то? Здесь... Воу, воу, понятно. Угу. Так. Давайте здесь перебежим, посмотрим. Ну, что-то как-то, честно говоря... Тут, кстати, фонарик есть. Я недавно только об этом узнал. Такая пока непонятная локация. Что здесь можно сделать? Не очень понятно. Ну, да, ладно. Здесь съедают наших слаймов. Но, ладно, бежим оттуда. Так, глянем, что здесь. Может быть, здесь тоже какой-нибудь секретик. Или что-нибудь типа такого. Так. Очень много всего можно набрать. Мелких слаймов. Я, скорее всего, их буду разводить. Потому что, ну, раз... Раз мне их нужно в большом количестве. Этих слаймов. Именно плортов, точнее. То мы их будем разводить. Почему бы нет, да? Прям в огромнейшем количестве. Я сделал вот такую огромную... Набью их туда прям... Вообще под полную. Так, окей. Хорошо. Локации уже интересно. Так, давайте... Глянем вот здесь вот что-нибудь. Интересно именно изменение по локации. Так, здесь у нас, по-моему, ничего не изменилось. Какие-то секреты, может быть, они добавили. Или еще что-нибудь типа такого. Потому что они точно добавили. А вот насколько... О, прошу прощения. А насколько их часто можно встретить? И где найти? Вот здесь вот уже другой вопрос. А то, что они добавили, это точно. Так. Давайте мы вот так вот сделаем. Мы морковку поскидываем здесь. Соберем все плорты. Ну что же, я, наверное, на этом буду заканчивать. Сразу скажу, что я сделаю себе загон. Прям маленький загон. Именно рядышком, прям с этой лабораторией, где у меня будут розовые слаймы, да, находиться. Там я их буду разводить. Так, давайте еще пробежимся. Вот буквально чуть-чуть, да. Там я их буду разводить. И кормить рядышком. Посажу, не знаю, какую-нибудь морковку. Не знаю, что-нибудь типа такого. И там же их буду пытаться разводить, чтобы они приносили нам прибыль. Приносили прибыль в виде огромнейшего количества плортов. Так, а вот здесь, кстати, портал, по-моему, да? Кстати, я смогу вернуться, да. Прям вернуться. Оп-оп-оп-оп. Вот я, что-то сокровище, сокровищница закрыта. Эти сокровища вот как раз-таки как-то можно находить, как-то можно раскрывать. Я не знаю точно, каким образом, но как-то точно можно это делать. Будем экспериментировать, так сказать. Раскрывать. Блин, посмотрите, здесь тоже плорты эти водяные. Их тоже, наверное, нужно приносить. Будем пытаться раскрыть тайну. Блин, один... Одна клубничка здесь осталась. Так, давайте. Вот, понимаете, ферма здесь не отдает вообще времени, не дает времени на какие-то отлетления, ну, что-то так расслабиться, что ли, или еще что-то, потому что постоянно приходится, постоянно что-то приходится делать, постоянно что-то добывать. Давайте кошачьих наберем. Все, все заберем плорты кошачьи. И вот нафиг отсюда его валим, потому что больше здесь вот явно мне не дадут ничем заняться. Опять сейчас придется и курочек добывать, собирать и еще что-то. То есть они же не хотят, чтобы я спокойно жил. Так. Все-таки я бы хотел закончить, так сказать, серию логичным концом, что ли. Так, здесь у нас тоже... Вот даже не знаю, вот кем их... Кому их скармливать? Вроде все в порядке. Ладно. Сейчас мы поставим загон. Кстати, у меня вообще денег-то хватит. Загон. Так. Высокие стены. Лог через сеть. Сеть сразу давайте поставим. И сюда накидаем сейчас огромное количество этих слаймов. Я надеюсь, они не будут, как сказать, друг друга жрать. Плотосборник. Кормушка. Давайте кормушку. И кормушка у нас как раз-таки прям по полной загружаем. Кормушка, чтобы они кушали. Так, окей. Через 14 минут. Через 14 минут, короче, они закончат работать. Но мы уже посмотрим в следующей серии, что они делают и на чем они закончат. Ставьте лайки, потому что обновление очень интересное. И очень интересно, что оно нам даст нового и, ну, интересного. Всем всего, удачи и пока. Продолжение следует...